Ну что, друзья, товарищи, поговорим сегодня на очень интересную, на мой взгляд, тему про связь типа людей и его музыкальных вкусовых предпочтений. Никогда не смотрите на то, что повешено у людей в их плейлисте в социальных сетях. Вот то, что они выставляют, или как музыкальные подложки в социальных сетях, или вот ВКонтакте у них висит плейлист, это все в большинстве случаев пиздеж. То есть то, что люди действительно слушают каждый день в своих наушниках или в машине, и то, что у них висит на странице, очень часто сильно отличается, потому что он вывешивает такую социально одобряемую музыку. Он не хочет демонстрировать вот это свое сокровенное, там, что я, не знаю, вот Гуфика послушиваю, там, я не знаю, что, вот Киша люблю. А вот в плейлист ВКонтакте я это не выставлю, потому что вот я стесняюсь. И начнем мы эту историю с представителей классической, любителей классической музыки, короче. Кто ходит в оперу, кто ходит вот эти вот в концерты на оркестровую, инструментальную музыку. За 10 лет своей жизни вот в этой вот музыкальной структуре, музыкальной сфере, я вычиняла для себя три типа людей, которые тащатся, значит, от классической музыки, и все это активно посещают, и все это активно потом обсуждают между собой. Значит, первый тип людей, которые очень любят оперу и классическую музыку, это такие псевдоинтеллектуалы, у которых своя жизнь очень скучная, очень неинтересная в большинстве случаев. Это обычно средний класс, потому что если ниже, если люди занимаются выживанием, то, конечно, ни о каких билетах в театр речи не идет, особенно вот сейчас. Обычно это люди, которые вот немножечко подстрадывают, им хочется уйти из своей вот обычной жизни в какую-то вот другую, да. Что я тут написала? Что, да, они себя сразу чувствуют избранными, потому что классика, она для кого создавалась? Она создавалась для избранных, она создавалась для высших слоев общества, да. И человек, идя в оперу, автоматически причисляется вот к этому лику избранных людей. Вот я такой, блядь, особенный как бы, да. Ведь классическая музыка – это что-то такое вот на божественном. Это что-то вот как будто околодуховное. Хотя, конечно, это совсем не так, и это огромное заблуждение, что искусство – это что-то такое вот. Мне очень часто эти люди напоминают вот эту историю из сказки «Голый король». То есть признаться в том, что ты не понимаешь, невозможно. Потому что, ну как, я должен понимать, я понимаю. И вот эти люди обычно в обществе, их обычно сразу видно, особенно тем, кто имеет какое-то образование музыкальное. Это всегда видно, когда человек абсолютно не разбирается в вопросе. Ну вот это вот поддакивает, а я вот там был, а я вот не тряпко слушал, как бы, да. Это люди старшего поколения, и помимо вот этого чувства избранности, вот этого чувства возвышенности, они ощущают еще машину времени. Они как бы переносятся из вот этого вот 21 века, в котором им так сложно, так тяжело. Они некомфортно себя чувствуют вот в этой реальности. Им кажется, что если бы вот они родились во времена Шопена, им было бы легче. Кстати, еще один очень интересный момент. Вот вы замечали, что очень часто, я ненавижу прием в кинематографе, но он очень часто присутствует. Он меня дико бесит, потому что, на мой взгляд, это сразу говорит о какой-то беспомощности режиссера. Когда в какие-то моменты вставляется оперная музыка или классическая инструментальная, дабы подчеркнуть возвышенность чувств, возвышенность момента. Вот недавно, кстати, в фильме Гуччи, когда вот этот Маурицу занимался сексом со своей, значит, подружкой, срочно запела на фоне нетребка, что она там пела, либьяма, что ли, по-моему, застольную, да, эстравиаты. То есть режиссер, ну, понятно, там немножечко другая история, потому что это Италия, окей, Гуччи простительно, но, в принципе, все равно, почему именно в этот момент они ее врубили, да, вот подчеркнуть эту возвышенность чувств, что это не просто секс сейчас происходит, это не просто вот он ее трахает, что аж весь стол трясется, а это вот как бы высокие чувства. Все, с первым типом разобрались, едем дальше, не затягиваем. Значит, вторая каста – это люди, которые имеют музыкальное образование, любое, музыкальную школу или там училище, или высшее учебное заведение, то есть люди обучены этому языку музыкальному, потому что понимать классическую музыку крайне сложно человеку, который не имеет к ней никакого отношения. Это все равно, что пойти разговаривать с китайцем, но это почти невозможно. Это люди, обученные этому, имеющие вот это вот музыкальное образование, и посему они понимают, что происходит на сцене, да. Они этот язык понимают, вот в чем отличие вот первой группы от второй. Первые могут ни хрена не понимать, но вот делать вид, что они чувствуют и что-то понимают. А вторые ньера, они вот рубят фишку. То есть они понимают шутку, да, если ты понимаешь язык, ты понимаешь юмор этого менталитета, да, ты понимаешь какие-то фразеологизмы, да, на языке. То есть если ты говоришь на языке, все, ты в материале. Здесь то же самое. Это люди, которые понимают весь этот процесс, и из-за этого им это становится интересно. Кстати, среди этих людей очень много тех, которые страдают, потому что они не сделали музыкальную карьеру. То есть они хотели, они имеют это музыкальное образование, но они по тем или иным причинам не смогли вот зайти на этот олимп, не смогли присоединиться вот к этому божественному ритуалу. И они сидят, кстати, очень часто из таких людей критики выходят, театральные критики. О, это прям вот в большинстве случаев люди выходцы из вот этого типажа. Едем дальше. Третий, мой любимый типаж, это наша элита. Это вот этот Татлер-бал, который собирается и идет на премьеру Римаса Туменуса Екатерины Измайловой или Пиковой дамы большой. У меня была ситуация, когда вот была премьера у Туменуса, значит, Пиковую даму он ставил в Большом с Ивазовым, и я пришла в окошко администратора за 40 минут до начала спектакля. И 40 минут я там стояла, выклянчивала пригласительные для студента, да, то есть по идее по студенческому билету, особенно музыкальных вузов, спокойно пропускают во все музыкальные театры страны. И, ну, большой, это, как известно, отдельная история, и там всегда надо, я не знаю, что там полизать, чтобы тебя пустили. В общем, 40 минут я стояла, и что я лицезрела? Я лицезрела вот этот вот пустой в глазах, как бы, да, Татлер-бал, то есть эти выреженные просто до безумия, эти стразы, у меня просто рябило в глазах от стразов, на туфлях, вот на таких, как бы, каблуках, то есть просто какой-то эскорт сумасшествия было в этот момент. В совершенно сумасшедших одеждах были эти женщины со своими богатыми мужчинами. Эти бедные девчонки идут туда не потому, что они этого хотят, не потому что им это интересно. Вы представьте вообще пиковую даму, блядь, слушать 3,5 часа или сколько там, 4, как этот Юсик там завывает. Но это сдохнуть можно, если ты не понимаешь, что происходит. Поэтому, в общем-то, я этим девочкам сочувствую, потому что социальный статус этих людей обязывает их заниматься этим вот. Они вынуждены туда идти, потому что их общество к этому обязывает. И очень много среди вот этих вот зрителей друзей всех этих наших нетребка, Мацуевых. То есть это вот эта элитная тусовка, которая вынуждена туда ходить, потому что это вот часть светской жизни, скажем так. В большинстве случаев для этих людей, как бы, кроме Мацуева, Нетребка и Ивазова, ничего, в принципе, не существует. То есть имена там Дель Монага, Гленгульд, для них ничего не будут значить. Они даже слышать об этом не слышали. Что, давайте про русский рок. Да, у меня здесь Сектор Газа, Король Ишут, Шевчук. Шнур, да, вот что такое Шнур? Это русское народное творчество 21 века. То есть это басни, засунутые вот в форму частушек. У Шнурова огромная аудитория. У вас среди слушателей Шнура точно так же очень много вот этих вот псевдоинтеллектуалов. Вот я и Достоевского почитаю, и вот хуй-хуй. Да, мне нравится группа Ленинград. Вот я подпеваю. Я не просто хуй-хуй сказала, а я вот подпела, понимаете, товарищу Шнурову. Бардовская песня. Я выросла в этом. У меня была физико-математическая школа. И, значит, у нас были постоянные турслеты, постоянные какие-то поездки, палатки, гитарка. И вот это вот «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Это было у нас постоянно. И, естественно, я тоже это могу, вот эту вот бардовскую авторскую песню вынести в отдельную касту людей. Это такие вот интеллектуальные сотрудники научных институтов старшего поколения, естественно. Это вот физтехи, биологи, химики, такие задротики. И, в общем-то, люди, которые вот ностальгируют. Вот они все время находятся вот в такой состоянии вот ностальжи по-былому. То есть, вот это, видимо, музыка их студенческих лет. И вот, значит, они до сих пор не могут с этим расстаться, не хотят. Сейчас я перейду к попсе. Кальянный рэп. То есть, это какая-то вот новая история к нам пришла. Такой кальянный рэп. Вот это вот азербайджанская мафия нами завладела. И, значит, все, эра кальянного рэпа пришла. Кстати, к их... К чему? К достоинству, да, можно сказать, что вообще восточные люди, азербайджанцы, армяне – это очень музыкальный народ. Очень талантливый народ. У них подвижная гортань, она у них открыта. То есть, они от природы владеют вот этой вот мелизматикой в голосе. У них голос подвижный, в принципе, от природы. И неудивительно, что почти всю эту нишу, вот этого кальянного рэпа, заняли именно вот эта вот азербайджанская мафия. Значит, почему именно этот жанр? Он крайне прост в создании. Почти все, что используется в этой музыке – это автотюн. Это, скажем так, легко поэтому монетизируется, потому очень выгодно продюсерам. Да, поэтому сейчас вот этот стиль, скажем так, он клепается просто вот на коленке на раз-два. Каждый второй у нас вот вот что-то там тебе на ушко немножечко под это подмурлыкивает. Еще интересное я заметила, значит, Джонни и кто-то еще, песня «Черемушка». Этнические мотивы, вообще вот это вот сочетание этнических, народных мотивов и современной музыки – это всегда беспроигрышный вариант. Всегда, это всегда выстрелит, потому что наша физика так устроена, что мы реагируем вот на эти мотивы, они у нас в крови. Ай-най-най, черемушка, ай-най-най. Мы это как бы, мы выросли с этим, и как только мы слышим вот этот вот знакомый-знакомый звук, мы тут же в это вцепляемся, и о, какая красота. Ну и, безусловно, исполнителю это дает плюс 100-500 баллов от всяких там бабок, дедок, потому что, ну как же, вот, не забываем народный мотив, да. Мы храним культуру, блядь. Что делает кальянный рэп? Он создает атмосферу расслабления. А в 21 веке это почти главенствующий, главенствующая опция, которая, в принципе, нам необходима. То есть мы хотим, люди хотят свой мозг расслабить. То есть люди раньше подобную музыку слушали действительно вот в этих вот кальянных заведениях, когда ты куришь, ты расслабляешься, на релаксе, и сейчас все это перекочевало в машины и в наушники. То есть нам хочется немножечко вот мозгами отдохнуть. А эта музыка идеально для этого подходит. Вот для фона, отсутствия напряга. Еще интересный момент. К этим исполнителям невозможно прицепиться. То есть вот если к рэперам, да, к каким-то хип-хоперам можно прицепиться и сказать, фу, похапщина, мат-перемат, какое вообще непотребство, то здесь прицепиться не к чему. В большинстве случаев тексты этих песен несут очень нежный, очень любовный и очень такой приятный характер. Там очень редко встречаются матерные слова. Про трах-перетрах вообще почти нету. А если это и есть, то это все равно так вот немножечко так подано. То есть пикантно, но не без перебора. То есть их не за что, по сути, захейтить в этом плане. Они ничего такого плохого не делают, да. Поэтому это тоже большая галочка. Вот песни всегда о добрых, вот я тут себе написала, что о добрых моральных принципах, да. То есть в принципе восточному народу вот это очень свойственно, вот это хорошо и вот это вот плохо. И, конечно, вот они поют про эти добрые моральные принципы, о чистоте душе, о том, что хорошо. Они все, вот выстроите их всех в ряд, вот кто там, Джонни, Андра, господи, как там его, вот Бахти я записала, да, Бахти, Джакалиб, Бахтияр, да, вот это вот Хамали и Навай. Я прошу прощения, если я кого-то неправильно произношу. Я все это дело слушала, но, конечно, могу ошибаться в названиях. Так вот, если их всех выстроить в ряд, это ну просто хор мальчиков-зайчиков. Ну такие они сладкие, такие они приятные, нежненькие. Вот как улыбнуться, так просто как бы вот жить хочется. То есть с точки зрения монетизации эта история с кальянным рэпом выстроена просто идеально. Потому что придраться не к чему, хейтить не за что. Это очень приятные молодые люди, красивые, симпатичные, да, необычные. То есть, но не забываем, да, азербайджанская мафия. Это, кстати, очень любопытно, что в опере происходит то же самое. Ну ладно, это отдельный будет разговор. Что вот малые народы, они друг друга поддерживают, они друг друга тащат. Давай, брат, пойдем за мной. Чего нету у русских людей. То есть русские друг друга просто вот зачморят, но никогда не помогут. Значит, сам... Металл. Heavy metal. Тяжелая музыка. Вот то, что наблюдаю я, это то, что люди, слушающие тяжелую музыку, являются крайне умными людьми. Это люди, способные к аналитическому мышлению. Это люди реально умные. То есть они занимают какие-то вот технически высокие должности. Да, это какие-то крутые вот люди в инженерии, да, вот в этой вот сфере. Возможно, для таких людей вот эта тяжелая музыка, это эмоциональная разрядка. То есть в обычной жизни он закован вот в эти вот рамки в силу того, что у него очень много вот этот высокий уровень IQ. Да, мы не говорим про житейскую мудрость. Мы говорим про высокий уровень IQ. Они замкнуты, да, они не позволяют себе выражать какие-то свои негативные эмоции. Поскольку в большинстве случаев они не прибегают к помощи психотерапии, психологии там, да, они очень часто подавляют в себе агрессию. Это в большинстве случаев, естественно, мужчины. И для них вот эта вот тяжелая музыка – это повод и способ разрядиться. Обратите внимание, как эти люди танцуют, да. То есть вот голова, вот это вот, как будто сейчас он выбьет зубы кому-то этой головой. Вот какие-то движения даже, вот если посмотреть, вот слэм, вот это вот все, да, то, что происходит на концертах вот этих вот тяжелых металлов, да, тяжелого рока – это все похоже на драку. То есть это выброс такой агрессии, очень серьезный. Есть заблуждение, что вот люди, которые слушают классику, вот они вот очень умные, интеллектуальные люди. А вот, значит, вот это все, это вот все для вообще сумасшедших дебилов. Вот нет. Вот я могу сказать, что в классике гораздо больше дебилов, чем людей, которые слушают какую-то вот тяжелую альтернативную музыку. Это вот мои личные наблюдения. Поделитесь своими, если они у вас есть. Ты у человека спрашиваешь, какую музыку ты слушаешь? Он тебе говорит, о, я предпочитаю джаз, блюз и бетховен. А на самом деле у него там в Моргенштейн звучит ежедневно. Он может это делать неосознанно. То есть он реально думает, что, блин, вообще-то я вот уважаю товарища Бетховена, девятая симфония – это вот для меня все. А на самом деле как бы вот… А в Моргенштейн я чуть-чуть послушала сейчас вот так вот один раз. И как бы все это затягивает. И человек абсолютно не отдает себе отчета, что вот большую часть времени он слушает именно вот такую вот попсу, да, а не какую-то музыку чуть сложнее. Вот такие дела. Значит, делитесь своими наблюдениями за людьми, да, что вы наблюдаете. Какую связь вы видите между, значит, человеческим типажом и его предпочтениями в музыке. Если вы со мной согласны, пишите тоже. Все. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.